Первое слово тренинг в гости. Во-первых, хочу поздравить команду с победой. У нас была заключительная игра в турне по Дальнему Востоку. Приятно, что мы ее выиграли. Отмечу самоотдачу, самоотверженность, хорошую игру в отаря. И то, что ребята постарались выполнить игровое задание. Не все получалось, но за счет самоотдачи мы выиграли все. Спасибо. Поздравить Витя сей с победой. По нашей игре разница в том, что у них врага поймал, у нас не поймал. Остальные нюансы, много всего. Задавайте вопросы, отвечу. Пожалуйста, вопросы, если есть. Александр Виловков, вопрос на Викторию Клишну. Что ему дали шанс в Клодниченко и Толпека? Как оценить игру в тихо-верх? В Толпека мы посадили после первого периода. Одни и те же ошибки, на которые мы ему указываем каждый раз. Продолжает делать. Ну, раз продолжает, значит, не будет играть в Клодниченко. Два периода играл на своем уровне, неплохо выполнял игровое задание. В третьем там уже немножко подсадили его, потому что перешли на игру в три звена где-то. Поэтому, вот так. Ну, как все начали будете менять состав? Продолжаетесь в Клодниченко? Да, менять. Кем менять-то? У нас народу нет. У нас шесть защитников сегодня, вот, еле наскребли на игру. Играть не в Клодниченко. Еще вопросов, пожалуйста. Вопрос, Андрей Николишин. Когда команда теряет турнирную мотивацию, ей сложнее или проще управлять? Играет мотивация. Но я не считаю, что потеряли мотивацию. Какая мотивация? Турнирная именно. Турнирная мотивация? Но помимо турнира мотивации, есть же у них у всех на груди эмблема клуба. У них всех на спинах фамилии. У них полный стадион, народу приходит болеть. Вся область болеет за команду. Какая еще нужна, к черту, мотивация? К тому же у них контракты. Я извиняюсь, наверное, и к нам относятся этот вопрос. Я уже говорил, что несложно управлять. Потому что контракты заканчиваются, нужно где-то себя проявлять. Я извиняюсь, что в лес. Пожалуйста, еще вопрос. Можно сказать, я говорю, я кубову в сетей раз. У вас резко упала посещаемость. Как вообще в Кубе с этим будут решать вопросы? И что у нас еще будет думать по поводу общесоохранения команды КХЛ? Узнали команду КХЛ, которая приходит к консенсорству? Вы знаете, будет результат. Я думаю, народ будет ходить. Вы знаете, место расположения, допустим, из Москвы очень тяжело добраться. В связи с дорожной ситуацией. Но когда команда играет и когда приезжают, скажем так, одни из лидеров нашего чемпионата, то стадион полный. Я хочу все равно сказать спасибо тем болельщикам, которые приходят. Пожалуйста, еще. Еще один вопрос на время Калишину. Отсутствие сегодня молодежи с контактами с тигров. Это связано с тем, что у них сейчас важные матчи. И вообще есть ли шанс, например, что последние игры дадите поиграть лидерам мурских тигров? Ну, посмотрите, вы сами отвечаете на свой вопрос. Дадите поиграть. У нас здесь не секция мягких игрушек, где приходят и играют. Это команда мастеров, это КХЛ. Место в составе нужно заслужить. Поиграться это не план, это дворец пионера. То, что у них сейчас ответственные игры, да. Поехали, ребята будут биться и будут стараться попасть в плов, чтобы играть там. Первую команду заслуживают. Двери открыты для всех. Спасибо.